всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука сегодня 4 ноября и вот вчера я показывала вам говорила что я достала томаты из подвала я сначала хотела ограничиться просто показать как же выглядят томаты через полтора месяца хранения в подвале но потом я решила что так как много комментариев про вкус я решила сделать подробнейшую дегустацию сейчас прям вам сейчас все покажу как они в разрезе выглядят какие они на вкус сейчас пододвину буду разрезать буду все вам показывать сейчас я вот этот большой попробую не разрезать а разломить чтобы вам было видна вот это вот сахаристость излома о прекрасный смотрите какая мякоть это он был сорван абсолютно зеленым и полтора месяца лежал в темноте дозрел сейчас я его съем не знаю как весь но вот это вот где была сахаристость она не сочная конечно но натуральный томатный вкус даже кислинки нет и для ноября это очень вкусно по крайней мере вкуснее чем магазинный и раз оценку 5 ставлю но теперь самое страшное банановая нога потому что многие говорят что у него внутри вот у многих такой вот этот стержень то который и не жуется в салатах и смотрите банановые ноги это тоже прекрасная консистенция вот такая сахаристая на изломе может быть его подвальные условия исправили что он стал вкус сейчас попробую ну-ка банановая ножка очень твердая шкурка аж хрустит наверное она и помогает ему сохраняться мякоть такая хорошая мясистая но с кислинкой и намного кислее чем вот этот вот пеленки короче значит эрос на вкус 5 банановая нога 4 когда я перед этим говорила что у него тройка летом было сейчас вот для зимнего хранения по сравнению с другими которые уже давно испортились он даже лучше стал но в смысле на фоне других он лучше но вот это никуда не делась серединочка и вот например подтверждение того что с зеленых томатов семена не всегда получаются видите какие некачественные семена томате которые я сорвала зеленым поэтому я из зеленых никогда не беру все-таки дожидаясь когда они поспеют я бы не рискнула вот такие семена кому-то дарить или сеять ну все сейчас очарование еще попробую ой еще красную тут но красный пальчик что я уже наелась есть неохота красный пальчик тоже вот это сердцевина вот это вот сердцевина которая не про не окрашивается не прозревает это очень часто и часто явление у тех томатов которые мы храним зимой в подвале тоже с кислинкой но вкус томатный прям приятный приятный такой для тех кто любит немного кисленькое у очарования даже семена сформировались такие огромные семена хорошие и мякоть сейчас попробую интересно у этого тоже есть кислинка но совсем другая не как у банановых ног как то знаете он кисло-сладкий такой сейчас попробую посмотрите злом вот как вы поняли вот с моей с этой дегустацией смотрите очарование какое вот по этому состоянию видно что томат он не гнилой у него вот только вот видите опять же тут у жопки наверное микротравма началось маленько он не гнилой он мясистый он даже сахаристый отсутствует только сладость вот зимним томатом после хранения полтора месячного двухмесячного в том году до трех месяцев у меня они все долежали не хватает только сладости и поэтому я говорю что эти томаты ну и даже не трава да они потеряли во вкусе да у них меньше процент сахара но травой их никак не назовешь натуральный томатный вкус даже банановые ноги показали себя хорошо что они стали такие как на изломе такие сахаристые мякоть мясистая единственное что вот этот стержень ну а хранить или нет и кушать или нет такие томаты это конечно каждый решает сам кто-то лучше пойдет в магазине купит турецкие или китайские вот у меня например если если есть возможность всю зиму кушать свои томаты я никогда не пойду в магазин я вообще стараюсь как можно реже ходить в магазин пользоваться всеми своими такими плодами труда все до свидания видели дегустацию какой-то получился вот как эрос он даже без кислинки даже и сладость как-то приобрел сумел банановые ноги на четверочку там кислинка и очарование и вот неизвестные пальчики трюфель уж не стала резать сейчас посмотрю они тоже с кислинкой но вкус приятный томатный сейчас еще вот этот трюфель посмотрю но то что вот здесь белая срединка это вы к этому привыкнете потому что привыкайте сразу если зимние томаты хотите кушать зимой это белое она не прозревает ой этот удивил сладкий вот трюфель самый сладкий все до свидания пойду доедать хотела на этом и закончить съемку но потом подумала и честности ради решила показать вам еще и закулисье то есть то что обычно нормальные блогеры не показывают это значит что вот смотрите я показала вам прекрасные томаты вкусные все но не думайте что при зимнем хранении у вас не будет отхода отход есть и у меня и когда я лотки достаю то они не вот так великолепно выглядят они выглядят вот так я набирала банановые ноги вот с этого лотка и чтобы вы понимали что все таки в еду у вас уйдут наверное не все томаты но это вот у меня потому что я собираю до самых самых запупушков видите вот банановые ноги самые крохотульки они были совсем зеленые как лягушата и ясно что когда вот эти доспеют вызреют они не будут такими вот сахаристыми на изломе вкусными даже сладковатыми возможно какие-то часть придется их и выбросить не долежат но я хочу сказать что вот пальчиковые они очень поражают своей длительностью хранения вот увидите полтора месяца пролежали некоторые банановые ноги даже еще в фазе меланжевой зрелости не вступили они еще зеленые и твердые они еще пролежат месяц и возможно банановые ноги будут лежать и до нового года и не важно что они будут немножко с кислинкой пусть майонезом заправить можно и салат есть это вот насчет тех комментариев которые говорят что эти томаты есть невозможно потом в конце концов вот такими я достаю лотки вот этот лоток ясно что какие-то поспели за полтора месяца я их выбрала сейчас я их использую следующие опять будут дальше спеть тут вот есть эрос уже готовый в холодильник можно положить и хранить как вы видите состояние их неплохое даже у самых-самых крошечных которые были сняты тут у меня красные пальчики есть какие-то все вот так неприглядно они выглядят и возможно сейчас не все они будут использованы в еду но все-таки 50 процентов томатов уложенных на зимнее хранение сохраняются прекрасно и еще даже умудряются приобрести такой приятный вкус томатный все до свидания там внук опять извиняюсь